всем привет после публикации предыдущего ролика кидала вип-такси в мой адрес поступало очень много угроз со стороны лиц которые мне не оплатили поездку после публикации примерно через час мне начал написать один из кидаков сначала начал получать с извинений потом совсем до угроз потом уже пошли угрозы давай я тебе кое-что скажу мне просто терять нечего вот совершенно терять нечего ну встреча нас с тобой будет по-любому я тебе за это обещаю выйдешь что будет ничего не скажу вот машину пойдешь парковать все голосовые и сообщения которые мне присылали в личку успевали быстренько потереть но я успел их сохранить и по опубликовал все в своем телеграм-канале если здесь сейчас начну рассказывать об этом наверно и все публиковать ролик затянется наверное на час так что кому нужно это вы можете перейти в канал посмотреть не честно скажу вы будете в шоке также на ролик была кинута жалоба за нарушение конфиденциальности но конечно после того как кинули меня свои лица не хотят они показывать в кадре тоже я могу сказать ну если алгоритмы ютуба посчитает удалить данный ролик да и хер с ним кто захотел его увидеть все увидели также уверен что многие его и сохранили скачали не забывайте переходить в телеграм-канал и желаю вам приятного просмотра а а а а а а и и и и ребят кто смотрел последний ролик помнит мадемуазель валентину которая морозилась запчастями и я про нее рассказывал кто не помнит и оставлю ссылку здесь сверху так вот после ролика естественно ее осадили все люди начали писать звонить одному водителю она должна была прокладки на автомобиле она и написала и в ответ получила вот такое вот сообщение я еще раз повторяю я еду с калуги часа через два я оставлю твои прокладки блять не трогайте меня не трогайте блять и идет о том что этому пидору я ничего не должна он снял ролик и выложил на youtube мне рвут телефон мне пишут ватсап мне звонят блять если у меня сейчас сука доведет до больницы я его собственными руками тварь придушу я тебе клянусь блять я нашел также в чате и защитников ее каких-то знакомых ее людей которые мне звонила даже мы с ними разговаривали и вот она даже в чате написала о том что муж у нее проблемы в семье какие-то но я считаю что какие-то ее семейные проблемы она должна решать сама да и водитель тут причем ты она им должна запчасти так пусть она или делает возврат если не смогла осуществить доставку запчастей или просто эти запчасти отдает не знаю прикрываться там то что у нее там муж плохой или детей много не совсем правильно что я могу сказать если вас валентина не устраивает муж то я вам могу найти альтернативу приветствую это василий неплохой дуэт у вас получится якобы вы берете деньги запчасти какое-то время пользуйтесь деньгами потом вам звонит клиент а трубку поднимает василий и говорит клиенту хвостик и мужа похоже на каких-то наебщиков но так что смотрите если что обращайтесь нового мужа вам тоже найдем еще забыл дополнить что валентина подала жалобу на мой ролик и ее знакомая мне сказала что евгений то что вы показали лицо валентина это наказуемо но я могу в ответ лишь сказать другое что если все вместе соберемся водители потому что знаете вот водитель и собрать и пойти написать коллективную жалобу это не так сложно но вот собрать всем почему-то всегда как-то сложно легче будет написать коллективную жалобу о мошенничестве тогда это уже будет не заказывала уголов на наказуем так что всё сами думайте давайте побегой наверно по судам если вот так хотите больше не хочу возвращаться к этой теме просто ее много сильно обсуждали в телеграме да и ну вот закрыть своим и своих уст я как бы дома Брат, не убивай, брат. Деньги возьми. Бежать. Смотри, огромное море, Ты видишь точку вдали. Смотри, бездомное небо, К нему прикован твой взгляд. Ресторан Самифреда, платная парковка. У клиента наличка. Сказал, что оплатят. Смотрите, вот где Rolls Royce стоят, Вот туда сейчас подъедете. Можете, пожалуйста, в переднее сиденье подготовить? Охранник сядет, если может. Хорошо. И еще попросить, чтобы сзади музыка не играла, Только спереди, чтобы там будут сидеть, общаться. Да, она и так, могу вообще не включать ее. Не, ну для фона пускай спереди играет. Она сюда стоит просто наверх. У меня примерно вот здесь вот. Ну, типа точка. Да, я вот до этого ехал, сейчас я договорю, Пасмур поедете. Я за вами поеду на своей машине. И если можно попросить, чтобы телефон не висел там. Ну вот здесь вон внизу будет навигация и все. Да, и все, в Батлер поедем. Вот там тогда развернитесь. Заказ вышел на 2100 рублей, А дали мне 3000. То бишь получается 900 рублей чая. 16-ом у вас? Да. Мужика будет слышать? Может быть. А, радио ходить. А если там сейчас концерт? Блин, ну опять туда не проходим. Попадем. Сейчас с Ходынского бульвара до клуба Looking Rooms падает заказ. Написан комментарий. Перевод. Ну, то бишь перевод, наверное, на карту. Я принял заказ, поехал, отменили. Потом вызывают снова. Уже безналичный заказ. И снова отменили. Не хотят со мной ехать. Если два раза обменили заказ, там моя фотография высвечивается. Или если перевод на карту, то бишь в конце поездки, там можно сказать. Я сейчас оплачу и так же убежать. Как в прошлом ролике мне сделали. Мне кажется, просто не хотят со мной ехать. О, Интерасия, мы с блогерами едем. Здравствуйте. Здравствуйте. Каким едем? Очень рад. Майбах такси. Нет. Блогер очень крутой. Да. Да. Это та же машина, которую вы переклеивали, да? Да. Блин, красавчик. Можем вам руку пожать? Спасибо. Всего доброго. Я тебя не знаю, но едите посмотрите. Хороших вам. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. И приятных вам. Да, спасибо большое. Ну, прям столько добрых слов я мою. Спасибо. 1800 рублей. Стоил заказ. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, нам покомфортнее сзади, конечно. Постегнусь, можете? Да. Кроватская, да, у вас? Водичку возьмите. Нет, это у меня на холод. Теплая водичка возьмите. Это нормально, но елочки. Да, мне тут похоже. Да, ну да, там будет благословение. Кроватская, как ты тут массаж ко мне сделал, да? Там пульт. Где? Сейчас я найду его. Ну, чё я найду? Да он ничего делать, массаж, что ли? Да, бля. Ну, я сам не смогу, это вам с пульта включить. Я вообще тут козы сидел, я разложил на диван. А есть, что ли, бискать? Есть бискать? Нет. Очень плохо. Это надо бискать нам улыбать. Я предлагаю, а я, этот, в 10 раз не нажраться, как все не нажрать. Вот, с помощью пульта включить. Включи, пожалуйста. А как я включу? Сзади, ну, сейчас выйду. Не, ну, я отсюда не уезжу, как там. Сейчас я снорусь. Давай я включу, поп. Сейчас останавливаюсь. Какой-нибудь машин ехать. Экран включился, нет? Включился. Вот там вот так роликом щелкайте, доходите до сиденья, массаж, и включайте массаж, который нужен. Как? Не, роликом крутите. Роликом, магнировали. Роликом, роликом. Роликом, неоправедом. Ну, я же показал, по центру там такое. Вот, что вы крутите. Ну, персегну снова. О, массаж. Да. Да. Да, я с этим просто. Вот, давай. О, вот, я просто захожу. И что начнел? Если пошел сидеть. Сидеть. Ни хуя, он ничего не жужжит. Ну, остановиться надо, нажать вам, нет? Включить, что ли? Ну, что-то там, бля, пытается. Ну, он там слабенький, он не такой, как это на массажном кресле. Да? Новый, блядь, тебе это не попичит, да? Не, не. Одно и то же. Понятно, да? Да. И майку предлагают, чтобы купить за 4 миллиона рублей. Вот, в Москву же, блин, это, да? Сгонять, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сейчас давайте, наверное, подведем итоги. 229 километров. 14 часов на линии, но рабочих из этих 12, потому что я 2 часа там по своим делам ездил. Средний скорость 21 километр, и машины кушал 14,5 литров. А общий мой заработок, я работал по промокоду, составил 33 700 рублей. Хвостик, 3 700 уйдет на мойку и на бензин. Ну, а 30-ку, ребятушки, я сегодня заварганил. А всем, кто смотрел ролик, желаю удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok